Добрый день! Предлагаю вам урок по теме итоговое повторение за кур 10 класса, третье занятие. На данном уроке мы с вами повторим содержание звучного материала, а именно по теме прямоугольной системы координат. Итак, давайте рассмотрим векторы в пространстве. Вектор – это отрезок, для которого указано, какой из его концов считается началом и какой концом. Нулевой вектор – это любая точка пространства. В данном случае мы видим векторы N, A, L, F, M, K, G, D. Точка C является нулевым вектором. Также векторы можно обозначать двумя большими буквами, либо одной маленькой буквой латинской. Векторы в пространстве. Длина нулевого вектора равна нулю. Коллинеарные векторы. Коллинеарные – совместная линия от латинского слова. Значит, коллинеарные векторы лежат на параллельных прямых, либо лежат на одной прямой. Векторы в пространстве. Два нулевых вектора называются сонаправленные, если они коллинеарны, и лучи A, B, C, D сонаправленные, то есть имеют одинаковое направление. Два ненулевых вектора называются противоположно направленными, если они коллинеарны, и лучи A, B, C, D противоположно направлены. Комплонарные векторы. Совместная плоскость. Любые два вектора комплонарны. Любые три вектора, два из которых коллинеарны, комплонарны. Признак комплонарности векторов. Если C равно x, A плюс y, B, где x и y – некоторые числа, то A, B и C комплонарны. Верное и обратное утверждение. Если векторы A, B и C комплонарны, то вектор C можно разложить по векторам A, B, A и B. То есть C равно x, A плюс y, B, где x и y – это числа. Теперь рассмотрим угол между векторами и скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Пусть у нас даны два вектора A и B и точка O. Переместим параллельным переносом векторы A и B. И мы получим угол между двумя векторами A и B, угол альфа. В данном случае, если вектор A сонаправлен с вектором B, то угол между ними будет 0 градусов. Если противоположно направлен, то угол между ними будет 180 градусов. Если вектор A перпендикулярен вектору B, то угол между ними будет 90 градусов. Формула скалярного произведения векторов. Пусть у нас даны два вектора с координатами x1, y1, z1 и B с координатами x2, y2, z2. А, B будет равно x1 умножить на x2 плюс y1 умножить на y2 плюс z1 умножить на z2. Значит, это скалярное произведение через координаты вектора. Скалярное произведение – это произведение длины этих векторов на косин с углом между ними. Ну, а теперь давайте рассмотрим прямоугольную систему координат пространств. В данном случае прямоугольная система координат пространств называется «Три взаимно перпендикулярные прямые, которые имеют общее начало». В данном случае точка O будет началом координат и оси координат O, X, O, Y и O, Z, которые называются абсцисса, ордината и аппликат. Луч, направление которого совпадает с направлением оси, называют положительной полуосью. Другой луч – отрицательной полуосью. Каждой точке M пространства в прямоугольной системе координат сопоставляется тройка чисел, которые называются координатами точки X, Y и Z. X равно O, M1. Y равно O, M2. Z равно O, M3. Абсцисса, ордината и аппликат. Точка O имеет координаты 0, 0, 0. Точка P имеет координаты 5, 0, 0. Точка K имеет координаты 0, минус 2, 0. Точка B имеет координаты 0, 0, 4. Точка N имеет координаты 0, 0, минус 5. M имеет координаты 0, 3, 0. Если известна абсцисса, тогда эта точка принадлежит оси OX. Если известна ордината, данная точка будет принадлежать оси OY. Если известна абсцисса, то данная точка будет принадлежать оси OZ. Формулу вычисления расстояния между двумя точками также вспомним. Значит, Аб – это арифметический квадратный корень из суммы квадратов разности координат конца и начала. В данном случае, если точка A имеет координаты XA, YA, ZA и точка B имеет координаты XB, YB и ZB, то расстояние между точками А, B будет равно арифметический квадратный корень из XB минус XA в квадрате плюс YB минус YA в квадрате плюс ZB минус ZA в квадрате. Уравнение сферы. Уравнение с тремя переменами X, Y, Z называется уравнением поверхности точки F, если этому уравнению удовлетворяет координаты любой точки, не лежащей на этой поверхности. X минус X нулевое в квадрате плюс Y минус Y нулевое в квадрате и плюс Z минус Z нулевое в квадрате равно R в квадрате. Это уравнение сферы. Координаты вектора. Если векторы некомпланарны, то есть не лежат в одной плоскости, то значит каждый вектор пространства можно единственным образом разложить по векторам. И, G, K. То есть вектор M мы можем разложить XM и плюс YM и G плюс ZM, K. Такие коэффициенты X, Y, Z называются координатами вектора. И пишут координаты вектора M, X, Y, Z в фигурных скобках. M равно XM и плюс YM и G плюс ZM, K. Уравнение плоскости пространства. Плоскость пространства задается уравнением AX плюс BY плюс CZ плюс D, где A, B, C и D – это действительные числа, причем A, B, C одновременно не равны нулю и составляют координаты вектора, перпендикулярно этой плоскости, называемого вектором нормальной. Угол между двумя пересекающимися плоскостями, заданными уравнениями, A1X плюс B1Y плюс C1Z плюс D1 равно нулю. A2X плюс B2Y плюс C2Z плюс D2 равно нулю. Можно найти, используя формулу. Косинус Фи равно N1 умножить на N2 на модуль N1 умноженное на модуль N2. То есть косинус угла между двумя векторами мы можем найти через формулу отношения скалярного произведения векторов на произведение длины этих векторов. Уравнение прямой пространства. Уравнение прямой через две ее точки. Значит, здесь у нас X минус X1, деленное на X2 минус X1, Y минус Y1 на Y2 минус Y1 и равно Z минус Z1, деленное на Z2 минус Z1. Дальше. Пусть у нас дана точка M0 с координатами X0, Y0, Z0. И P равное с альфа-бета-гамма, направляющей вектор прямой, и T будет параметр. Это параметрическое уравнение прямой будет выглядеть следующим образом. X равно X0 плюс альфа-т, Y равно Y0 плюс бета-т, Z равно Z0 плюс Yt. И каноническое уравнение прямой. Если точка M у нас задана с координатами X0, Y0, Z0, то точка с прямой. X минус X0, деленное на альфа, равно Y минус Y0, деленное на бета, и равно Z минус Z0, деленное на гамма. На данном моменте наше занятие подошло к концу. Благодарю вас за внимание. Желаю вам дальнейших успехов. Продолжение следует...